Камбат, мой дядя, мой дядя, Камбат, за нами Россия, мой орла. Многие песни группы Любе можно отнести к категории патриотические, но именно это больше всего пришлось по душе не только самим исполнителям, но и зрителям. Ансамбль «Четыре четверти» из Нахабина выступил в номинации «Наследники Победы». Музыкальный марафон каждый год запоминается яркими и трогательными номерами. Десятый не стал исключением. А пожелать хочу вам, конечно, чистого, мирного неба. Наверное, спокойствия, добра и всего самого доброго. Ну и, конечно, быть победительным и сильнейшим. Предложили молодым людям, которым от 14 до 30 лет, вспомнить не только произведения о войне, доблести и чувстве долга, но и те, где воспевают малую родину. Исполнять патриотические песни и эстрадные – это не одно и то же, в один голос говорят конкурсанты. Не прочувствовав слова и музыку, передать настроение и сделать номер ярким и эмоциональным не получится. «Я не первый год участвую в подобных мероприятиях. Прежде всего, как от школы, у нас есть музей, и от него я часто выступаю как в песенах, так и со стихотворениями мероприятий. Но хочу заметить, что в этом году, как вот прошлый этап, это конкурс в Апалихе, так и вот здесь, очень высокий уровень исполнителей». Репертуар, конечно, получился разнообразным. Даже уже ставшие популярными песни в исполнении ребят звучали как минимум свежо. «Это просто война, это просто разлука, это просто беда, когда, что на землю пришла, это просто судьба, злая доля и наука, это просто война, что мальчишка нашла, это просто война». «Песню мы с педагогом по вокалу, по музыке выбирали очень долго. Она даже более года там лежала у нас на флешечке, куда же, как спеть, вот и тут поулыбнулась возможность спеть ее, она очень проразительная, душевная». Конкурс «Любовью к родине дыша» с годами не теряет своей актуальности, говорят организаторы. Дефицитов желающих продемонстрировать свои вокальные таланты нет. Причем в гонку за победу с удовольствием включаются не только школьники. Слесарь-сборщик КМЗ Дмитрий Роживин – активный участник заводской самодеятельности. В этот день для своего выступления он выбрал песню Григория Лепса. «Песню выбрали, постарались отталкиваться от того, чтобы не была банальная песня, потому что песню редко кто услышал, и я в первую очередь сам ее первый раз услышал, не слышал ее до этого. Песня очень сильная, песня очень эмоциональная, очень проникновенная такая, которая берет за душу». Конкурс будет иметь продолжение. Лучшие номера включат в концертные программы, посвященные главному майскому празднику – Дню Победы. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.